Что ждет ЦСКА в следующем сезоне? Салах. Кто важнее для ЦСКА? Кузяев, Зобнин. Аршавин, бы пригодился бы сбор? Мне абсолютно все равно. Сергей Игнашевич в сборной. Что вы думаете по этому поводу? Это от безысходности или просто лучше? Пока нет. Я думаю, что Сергей Игнашевич смелый человек, потому что мы прекрасно понимаем, насколько велики риски. Но я так понимаю, что карьеру он решил, пока официального объявления не было. Но все идет к тому, что карьеру он будет завершать. И поэтому сыграет на Домашнем чемпионате мира. Я, кстати, допускаю, что в условиях сборной, где все-таки у него будут партнеры помоложе, а не братья Березуцкие, с точки зрения движения, где-то будет и попроще. Но понятно, что с братьями Березуцкими взаимопонимание сыгранность годами отточена. Поэтому в глобальном смысле легче не будет. Но я думаю, что Сергей Игнашевич в роли основного ли игрока, в роли ли игрока, который может выйти на поле, если нужно будет сборной, полезен будет. Это, в общем, беда нашей команды, беда нашего футбола, что там годы идут. Сергей Игнашевич и братья Березуцкие не владеют. Ну, если не лучшими остаются, тут можно спорить, да, но по-прежнему они, нету у них конкурентов. А если вот такие вот провалы в обороне, означает ли это то, что будет провал на чемпионате мира? Нет, это не означает. Ничего такого страшного там в жребьевке нет. Да нет, это пока ничего не означает. Означает только что... Матч Египта. Все смотрим матч Египта. Ну, потому что это такой матч, в котором много вопросов. Ну, я, например, не готов его, как прогнозировали. То есть, понятно, что Саудовская Аравия, сборная России, должна обыгрывать. Понятно, что обыграть сборную Ругвай будет очень сложно. А вот с Египтом... Ну, я смотрю просто очень много людей, которые там мне в социальных сетях периодически пишут, уверенно, что мы сыграем с Египтом и Саудовской Аравией, там так-то и так-то. Сдаешь вопрос, а сколько матчей увидели сборные Египта за последние там пять лет? Ну, фактически нисколько, но я вот Салаха видел. Ну, понятно, Салаха видел, теперь все можно прогнозировать. Не знаю, честно. А мы будем играть против Салаха или против сборной Египта? Будем играть против сборной Египта, которая играет совсем не так, как играет Ливерпуль, где для Салаха и его козыри созданы... Я говорю не так, не в смысле даже уровня, а в смысле тактики. Понятно, что в сборной Египта Салаху приходится выполнять больший объем работы, то есть то, от чего он может быть временами в Ливерпуле освобожден. Поэтому мы будем играть в сборной Египта. Как это будет выглядеть, я не знаю. Недавно появился расширенный список. Как вы думаете, кто из футболистов не попадет в число 23 игроков? Ой, я думаю, что это неправильно сейчас так. Это просто неуважительно по отношению к футболистам, если честно. Там, в принципе, есть люди, которые могут не попасть по тем или иным причинам, не потому что... Просто у нас в целом состав, если на класс игроков смотреть, он достаточно ровный. Мне на сегодня сложно представить, чтобы потеря какого-то футболиста кардинальным образом меняла ситуацию. Ну, может быть, это Игорь Акинфеев, потому что он, я думаю, что сможет со временем, может быть, уже сейчас, сможет конкурировать Лунев, но Лунев после травмы, поэтому непонятно, в какой он будет форме. Вот, наверное, если Игорь Акинфеев в своей лучшей форме, в лучшей форме в воротах, то, пожалуй, это чуть добавляет уверенности. Во всех остальных линиях я практически не вижу футболиста. Вот, он есть или его нет, и что-то прям меняется. Сбор сразу выходит на новый уровень или падает на предыдущий. Поэтому кто-то лучше другого в этом, кто-то лучше этого в том. Поэтому здесь нужно, там, выбирать. Ну, так, когда список опубликовали, естественно, все сразу там побурлили, пообсуждали, но по сути, ну что, ну да, Глушаков не попал основной список. Но при этом даже болельщики Спартака признают, что Денис в последние месяцы играл не лучшим образом. Так что, честно говоря, спорить о чем-то довольно сложно. Я, например, думал, что Игнатьев попадет в основной список. Но, по всей видимости, какие-то есть претензии по оборонительным функциям. Условно говоря, казалось бы, справа по общему набору качеств лучше бы играл Фернандес, но он в сборной почти не играл. Так что, может быть, он у него... Кстати, вот еще интересный вопрос. Вы посмотрите на Фернандеса в роли правого центрального защитника. Можно было бы. Ну, не знаю, он тоже так не играл, но посмотреть, может быть, в товарищеском матче было бы интересно. Ну, у Фернандеса есть все шансы, чтобы играть в основе. Есть играть в основе, но наигрывали там Самедова, а не Фернандеса. И он там, в общем, смотрелся неплохо. Так что далеко не факт. А Самедов незыблемая фигура? Я думаю, что незыблемых фигур нету в сборной. А его же называют любимчиком Черчесова. Ну, с этой точки зрения, у каждого тренера есть какие-то футболисты, на которых он опирается. Речь же не в, опять-таки, не в незыблемости. Но, с другой стороны, мы и Глушакова в сборной видели всегда, да, как основного игрока. Если не будет Глушакова, такой вычерчивается, да, довольно интересный треугольник Кузяев-Зобнин-Головин в центре. В списке есть Ташаев, есть Чалов. Какие у них шансы попасть в список 23? В список 23 неплохие. Играть, наверное, вряд ли. Но оба очень хорошие. Но у Чалова больше шансов? У Чалова больше шансов, потому что меньше конкуренция в этой линии. Фактически, ну, есть Смолов, есть Зюба, есть Миранчук, который все-таки не совсем нападающий, да. Если нужен будет, учитывая, что все-таки Артем Зюба такой футболист в характерной роли, да, то есть, может быть, не обязательно будет нужен ростлый форвард, то с этой точки зрения, Чалов в неплохой форме. Меня немножко смущает, он, конечно, резкости не хватает. Если бы хватало, он бы давно уже играл в основе. Резкости в характере? Нет-нет-нет. Именно вот какого-то взрыва в нужный момент. Вроде бы он все делает правильно, техника есть, удар есть. Но вот там взорваться, оторваться, ну, это мое скромное мнение. Аршавин бы пригодился бы сборной? Я все-таки думаю, что при всем уважении к Андрею, мы ездили в Алма-Ату как раз, ездили год назад, чуть больше. Брали интервью. У Андрея он молодец и по-прежнему доказывает свой большой талант. Но я думаю, что на сегодня все-таки уже карьера Андрея в сборной, она в прошлом осталась. Что ждет СССР в следующем сезоне? Я, во-первых, честно говоря, думаю, что не все покинут, о ком говорят сейчас. Ну, мы говорим о Березуцких, об Игнашевиче, Понтусе, Щенников на Бабкин. Миланов точно покинет расположение команды? Я вот, если честно, у меня нет инсайдов внутри команды, но на сегодня я почти уверен в том, что, ну, то есть, если не брать кандидатуру Венгума, который уже все объявил, и там, ну, какие-то бытовые, да, семейные проблемы, и, собственно, Миланова, я допускаю, что все остальные могут так или иначе остаться. А если мы говорим о следующем сезоне, представим, сезон без Березуцких, Понтуса уже точно не будет, без Игнашевича, он станет провалем для ЦСКА? Нет. Просто беда в том, что ЦСКА так долго там по объективным причинам затягивался с обновлением на некоторых позициях, что уже момент, когда нужно все менять, пришел сам собой в итоге, ну, потому что вечно ничего продолжаться не может. Если уйдет Игнашевич, я думаю, что братья Березуцкие еще годик поиграют, например. Я думаю, что если уйдет Верблум, может быть, еще Надха останется на годик. Я думаю, что еще Щейников останется. Кто важнее для ЦСКА, братья Березуцкие и Игнашевич или Понтус Верблум? Нет, я думаю, что все-таки оборона важнее, учитывая, сколько лет она играет, но Понтус – это же характер. Мне кажется, Понтуса из иностранных футболистов никого так не любили, как Понтусу со времен и Вицеолича, потому что здесь же вопрос не только в мастерстве, но и как бы в характере, да? То есть Вагнер, например, был прекрасный футболист, но мне кажется, что Количу было отношение особенное, потому что он слишком отдавался, да? Отдавал себя, и в этом смысле Понтус похож на меня. Означает ли уход Манчини то, что в «Зените» начнется жесткая чистка? Нет, не жесткая чистка, но я думаю, что многие уйдут, да, многие уйдут, и я думаю, что такого количества аргентинцев не будет больше в команде. Уйдет Дриусе? Я думаю, что как раз Дриусе-то может остаться. А почему? Ну, мне кажется, что из всех аргентинцев, кто играл, меньше всего претензий к Дриусе и Мамане. А Регоне? Мне не очень понравилось, как он играл, если честно. Вот Регоне, Кроневиттер и Паредес. В общем, я вот думаю, что Дриусе и Мамана. Но Мамана довольно дефицитная позиция, а как раз, мне кажется, Дриусе-то может... Ну, я его неплохо знаю еще по игре за Ривер, поэтому... Паредес вас не впечатлил? Паредес мало двигается, это понятно. При том, что это было заметно на протяжении всего сезона. При том, что он... Прекрасная у него передача, прекрасный удар, но видно, что... Не из тех он футболистов, которые создают движение в центре поля. Сейчас есть список из пяти кандидатов. Семак, самый предпочтительный вариант? У меня что-то очень большие сомнения, что люди из этого списка вообще знали о том, что... Они туда входят. Да, там, по-моему, Саря, да, фигурировал? Саря. Ну, как-то мне не очень в это... То есть, включить-то тут можно, да? Но весь вопрос, как бы, как к этому сами относятся. Семак, да, сам Юрий. Я бы, конечно, предпочел, чтобы Сергей еще годик отработал в Уфе, а потом уже хоть в «Зенит», хоть в любую команду. Но в данном случае мы его мне никто не спрашивал. Это виднее самому Сергею и клубам, которые будут делать ему предложение. Потому что я думаю, что было бы неплохо. Было бы неплохо еще годик, ну, просто набраться опыта. По Лиге чемпионам что скажете? Не знаю. Я буду, наверное, чуть-чуть за Ливерпуль болеть, хотя по большому счету мне все равно. Очень сложно сказать, потому что так, вроде, когда думаешь, ну, пытаешься там включать холодную математику. Вроде у Реала шансов, ну, побольше немножко. Опыта побольше, там, на некоторых позициях. Но Ливерпуль побыстрее в целом. Поэтому, если оно все так, команда полетит вперед. Казалось, что и в матче с Сити у Ливерпуль-то особо шансов не очень много. А оно и сперва в чемпионате, а потом в Лиге чемпионов, вон оно, как все сложилось. А если Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, можно сказать, что Салах станет обладателем золотого мяча? Я считаю, что Салах должен получить Оскар, золотой мяч, Нобелевскую премию мира, Букеровскую премию по литературе и Грэмми. Мне абсолютно все равно, вот дался вам этот золотой мяч, что он от этого хуже и лучше играет. У Мурадуна нет ни одного золотого мяча. И у Пилене нет ни одного мяча. Да и что? То у Роналда смеси сколько есть. И когда эта эпоха закончится? Ничего, да бог с ними. Футбол что, индивидуальный вид спорта? Индивидуальный вид спорта это Усейн Болт и легкая атлетика. В данном случае Салах прекрасный, он провел прекрасный сезон. Нет, он не футболист одного сезона. Другое дело, что не факт, что он когда-то еще будет вот так играть, но что у каждого есть свой пик в карьере. Многое совпало. Совпали устремления команды, совпало понимание его манеры игры главным тренером, совпала форма. Он прекрасный в руку. И заканчивая наше интервью, я хочу вам кое-что предложить. У меня в списке есть 5 фамилий и 5 клубов. То есть это последние трансферные слухи. Нужно по 100-бальной шкале оценить вероятность этого трансфера. Ну. Болотели в Локомотиве? 20%. Болотели в ЦСКА? 3%. Смола в Фулхам? Если Фулхам будет в премьер-лиге, если это Федору нужно, тогда там 80% запросто. А Смола в Уверхэмптоне? Та же самая история. Насколько это нужно Федору? Если, потому что, мне кажется, что в случае со Смоловым все упирается в желание футболиста. Я думаю, что если он сильно захочет, скорее всего Краснодар его отпустит. Ну, потому что, в общем, 30-летие уже не так далеко. И если пробовать, то нужно пробовать сейчас. Головин в Арсенале? Я бы предпочел увидеть Головина в Наполе. В Наполе? Да. Я думаю, что если там будет новый тренер, Карл Анчелотти, если оттуда, наконец-то, берут Джорджини с Алланом, которые футболисты хорошие, но ограниченные, я думаю, что он бы там в паре вместе, например, с Зелинским, ну или с тем же Алланом, очень бы не помешал. Хорошо, Головин в Наполе. Сколько процентов? 50. Наполе вряд ли даст просто много денег, а в Англии могут дать много денег. Промисс в Сандорре? Процентов 50, ну, 40. И такое же слово уже про промиссы. Промисс в Саутгемптон? 60. Владимир, спасибо за интервью. Не за что. Было приятно пообщаться. Обращайтесь, удачи, все вам нужны. И смотрите, что-то вы Англию много смотрите. Смотрите, Италию. Вот я Англию много смотрю. Это очень плохо. По-главному каналу страны только Англии показывают. Это очень плохо, что вы смотрите Англию. Смотрите, Италию. А если бы вы стали президентом РФС, что бы вы изменили? Вот коротко по пунктам. Ничего.